приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами мы вспоминаем святителя иоанна милостивого и вот даже поначалу не представляешь сколько всего полезного сколько всего назидательного мы можем почерпнуть когда открываем житие этого святого когда мы соприкасаемся с ним не только в молитвах но и в том жизнеописание которое оставлено а оно сохранилось за счет чего вот уже первые ученики его написали потом его лично знал святитель софроний иерусалимский такой выдающийся писатель духовный писатель того времени и много других и поэтому сохранилось очень много поучительных историй и в общем что мы видим то что святитель иоанн милостивый он был такой действительно человек очень доброй отзывчивой души то есть это от природы было дано ну как это природа природа-то она от бога и от бога уже были даны такие дарования но мы часто свои вот те дарования которые от бога получены мы их куда-то там под спудом прячем да мы можем все это перепортить а вот святитель иоанн он это очищал высветлял да и он приносил богу в дар то есть вот сколько-то дано а он это приумножал еще призабильно приумножал и он был такой простой отзывчивый непосредственный вообще не с людьми вот но при этом происходил он из не такой уж простой семьи родом он с острова кипр и отец его был главный военачальник то есть лицо которое заведовало всеми войсками на острове кипр тогда все это была византийская империя и родился святитель иоанн примерно это вторая половина шестого века вот точное время неизвестно и что мы знаем то что ну конечно вот семья уже была христианская семья уже была благочестивая и по настоянию отцу будущий святитель и он он вступил в брак женился и было у него даже двое сыновей вот это что точно нам известно а потом получилось так что у него умирают жена и дети при каких обстоятельствах мы не знаем но получилось так что вот господь как бы забирает отсюда восхищает в рай а святителю иоанну дает возможность послужить здесь на земле делам рая то есть послужить райскому царству находясь еще здесь на земле и вот тогда уже у святого иоанна у него открывается вот это удивительное милосердие удивительное отзывчивое сострадание к бедным к неимущим к больным людям и о нем уже распространялась такая вот молва как о человеке очень отзывчивым и получилось так что он сам он не искал совершенно никаких вот статусов должностей но когда императором стал ираклий это 610 год по рождестве христовым то именно император ираклий решил избрать святого иоанна на александрийскую кафедру причем сам император ираклий он был такая не это такая неоднозначная личность с одной стороны он очень заботился о государстве боролся с персами потому что персы очень много завоевали земель территории византийской империи и вот император ираклий смог отодвинуть вот это все освободить эти места но с другой стороны он фактически стал инициатором некоторых ересеев в том числе ну точнее одной можно сказать ереси монофилитство монофилитство ересь не будем конечно углубляться в эти вот богословские тонкости скажем лишь что была такая неоднозначная личность но тем не менее и через него промысл божий выводит именно святого иоанна на александрийскую кафедру где он и в своих добродетелях собственно говоря и процвел и основные события жизни святого иоанна они как раз вот связаны с александрии где он 10 лет возглавлял александрийскую церковь то есть там вот уже фиксировали то что он сделал и прежде всего вот было такое неординарное у него действие когда он появился значит он вызывает экономов кто такие экономы экономы это те кто заведовали ну собственно говоря экономикой александрийской церкви доходом приходом к растраты траты денег на что там вот потратить какие постройки куда чего вкладывать и в том числе конечно же вот дела милосердия они ну проходили вот по этой тоже линии и вот святой иоанн он вызывает экономов и говорит что вот пойдите по городу и пересчитайте всех моих господ а те удивляются кто же вот это твои господа а это говорит нищие и убогие потому что через них я как раз и могу сподобиться царствие божие то есть они как раз мне доставляют возможность попасть в рай через дела благотворения им то есть вот так вот немножко с юмором сказал святой иоанн и экономы пошли посчитали оказалось их семь с половиной тысяч человек ну причем это были кто это именно те вот кого мы называем бомжами да то есть люди совершенно без средств существования живущие там где-то в каких-то закоулках да это люди оставшиеся из-за травм каких-то ну ставшие инвалидами тоже без пропитания социально незащищенные и вот святой иоанн он попытался как бы упорядочить дело милосердия да то есть поставить на новый уровень чтобы не просто вот кто-то обращается обращается не может ничего получить а чтобы самим специально вот узнать ну мы же должны все-таки нести дела добра милосердия а для этого надо выяснить кому именно мы должны помогать и вот он поэтому специально узнает да даже посчитали всем с половиной тысяч и было предписано всех их каждый день содержать ну вот представьте сколько надо средств до ежедневно а и на пропитание потом какой там одежды на лечение и так далее то есть это очень огромные колоссальные суммы на самом деле кроме того святой иоанн он помимо этого о поскольку не всегда к нему лично могли получить доступ то он выделяет два дня в неделю среда и пятница это вот как раз мы знаем что это два постных дня когда в честь ну вспоминая страдания вот то что иуда предал господа да и распятие господа то что связано со страданиями спасителями вот как бы в честь страданий господа мы воздерживаемся а согласно святоотеческому учению подлинное воздержание оно должно быть неразрывно от милосердия и тогда вот такой пост он является истиной и святой иоанн он предписал так что вот среду и пятницу он сам лично с некоторыми своими помощниками среди сидит рядом с дверями церковными и каждый может подойти к нему с какой-то нуждой причем часто шли из-за того что кто-то с кем-то ссорился да кто-то на кого-то обижался считал что его там ущемили что там ему чего-то не досталось и вот святой иоанн он пытался каждого утешить поддержать и материально конечно поддерживал весьма усердно и он говорил так что вот ведь я же всегда имею в молитве доступ ко господу ну все мы вот мы можем в любое время помолиться ко господу и обратиться к богу с любой нашей нуждой то есть к богу всегда открыт доступ в молитве и говорит то если так то а почему же мы сами должны затворять двери своего сердца других поэтому вот я тоже говорит буду доступен для людей которые со своими нуждами будут приходить и обращаться ко мне и если бы было так что в какой-то день вдруг никто не приходил ну видимо в целом дела были поставлены хорошо от вот это обеспечение и не все хотели лично вот прийти и бывало так что кто-то не приходил и с ни с какой нуждой к нему не обращался то он очень скорбел в этот день и говорит что вот я сегодня ничего совершенно не собрал чтобы принести в дар господу моему чтобы покрыть мои грехи то есть у него было такое смирение осознание своей греховности что вот эти дела милосердия они в том числе и как наше покаянное делание в очищении наших грехов а если вот никто не пришел то получается что ты не получил в том числе и радость от доброго дела чтобы послужить господу а святой сафроне как раз которого святитель сафроне иру ирусалимский известен нам который в то время там находился он тоже немножко так с юмором он утешал говорил что ну владыка ты должен радоваться и веселиться в этот день потому что никто не ссорится никто не спорит потому что обычно к нему приходили с какими-то вот жалобами со спорами ссорами а тут раз никто не приходит значит и нет никаких склок у твоих чат никаких ссор споров значит они живут как ангелы на небесах поэтому ты радуйся этому и вот так вот он его поддерживал утешал и святой ян он конечно действительно но вот это вот записано очень много на самом деле тех а тех лет например когда персы вот мы упомянули что персы воевали против византии да и поначалу даже они в 614 году они даже дошли до иерусалима и порушили кстати очень многие храмы христианские в святой земле и даже захватили крест господин и увели патриарха патриарха захарию в плен и многих христиан и вот святой иоанн милостивый именно он в ту вот очень трудную такую ситуацию направил буквально корабли наполнены пшеницы наполнены средствами материальными для того чтобы поддержать христиан иерусалима вообще святой земли и он очень многих выкупал христиан и вот представьте насколько это все-таки значимо да сейчас то вот не так и сейчас конечно и бывают пленные те кто нуждается в выкупе а в те времена это было очень распространено когда вы специально захватывали каких-либо каких-то людей ждали выкупа а требовалось очень много средств а где их взять и вот святой иоанн милостивый он очень многих пленных выкупал и для этого как раз вот церковные деньги деньги пожертвованы церкви он тратил а себе не брал вообще ничего но конечно когда вот у каждого из нас возникает вот такая ситуация то ли подать то ли не подать то ли нуждается человек то ли не нуждается может быть он обманывает да и всегда мы как-то колеблемся потому что мы не можем найти золотую середину то ли это какое-то какая-то милосердие в расточительность превращающаясь потому что нет здравомыслия что ты даешь 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 и в итоге непонятно рассудительно ли это милостыня или нет или же это наоборот ты уклоняешься в какую-то такую скупость и объясняешь ее рассудительность что ты просто боишься подать тому кому не надо подавать и вот святой иоанн иоанн милостивый он считал так что надо подавать невзирая на лица и видно что вот экономы которые у него находились они вот придерживались как раз другой позиции то есть они пытались как бы постоянно вот ну ограничивать милосердие святого иоанна потому что ну да вот он архиепископ он им все время говорит вот подайте сокровищнице тому подайте этому они-то приходили они непосредственно считали эти средства видели как там казна сокращается впадали в такой человеческий страх и вот как-то приходит допустим то тоже люди получать вот содержание и среди них они увидели девиц которые выглядели вполне прилично и приходят и говорят владыки иоанну что вот посмотри там стоят они прилично выглядят никакие они не нищенки как мы давать им или не давать а он им говорит что ведь господь заповедовал оказывать милосердие невзирая на лица и неважно что там какая одежда а может быть там что-то случилось и вот чтобы как раз не было греха против нравственности человеческой лучше поддержать и вот святой иоанн когда он вот беседовал со своими экономами он как-то рассказал такой случай своей жизни это как раз приоткрывает его ранний его уровень и вот духовная жизнь как он еще ну вот до этого служения как он жил находясь на кипре еще и говорит что когда ему было около 16 лет то ему было дано такое видение однажды ночью вот он спал и вдруг во сне он увидел прекрасную девушку в красивом облачении и с оливковым венком на голове ну конечно когда вот мы это говорим да то тут же можно подумать ну там вот какой-то юноша 16 лет и вот тут ему снится девушка да то есть какие могут быть там помыслы а тут как раз все наоборот потому что это было очень чистое такое духовное видение и святой и он отвечает что когда я открыл глаза ту увидел ее наяву и спрашиваю кто ты и откуда она смотрит светлым взором кротко улыбается и говорит а я дочь великого царя и являясь старшую из дочерей отца моего и в общем суть такая такая святой я объяснил потом что это в таком вот аллегорическом виде ему предстает величие милосердия милосердие как вот такой главный добродетели добродетели божественны потому что господь он милосерден да и милосердие это божественное свойство и человеческое милосердие на самом деле это тоже отражение вот божественного милосердия ну и в общем в таком вот аллегорическом видении милосердие ему говорит что вот если ты последуешь останешься моим другом да то я исходатайствую тебе пред богом великую благодать и ты получишь доступ к лицу отца моего ради меня господь сошел с небес и принял плод человеческую чтобы спасти всех то есть именно ради милосердия ради милосердия господь воплотился ради милосердия пострадал за всех нас на кресте и воскрес тоже чтобы даровать нам жизнь и получается так что вот любовь она и выражается в милосердии да а милосердие это некое активное действие не просто что ты его там сидя на диване вот любишь весь мир но при этом никаких добрых дел не делаешь и поэт и потом думаешь а чего это мне тоскливо так вот пусто на душе от того и пусто что нет вот доброго такого милостивого содержания внутри который бы как вот вот как источник родник который пробивается наружу да и напаяет других то есть это всегда некое вот движение это действие то что приносит приносит пользу другим и святой я милостивый говорит что вот после этого видения он еще размышлял вот что же это такое но и решил как будет испытать когда он шел в храм вот ему 16 лет и он увидел человека ну было холодная пара года и тот человек вот замерзал не имея верхней одежды и тогда говорит я снял себя свой плащ и отдал ему и пошел дальше в храм и вот когда я подходил же к храму вдруг встречается мне какой-то вот величественный человек и протягивает узелок и говорит употреби как это будет тебе нужно я беру и оказалось потом что там 100 серебряных монет и он так говорит что я принял это с радостью но потом подумал что для чего же мне эти средства обернулся а того человека уже нет и тогда я понял что когда ты делаешь дела милосердия то господь не оставит тебя в скудости то есть господь пошлет тебе еще больше и говорит что потом я очень много раз вот это испытывал то есть я опять все раздавал да но господь еще больше посылал и всякий раз вот это вот исполнялось что господь не оставляет того кто совершает дела милосердия господь дает ему еще больше чтобы и сам он не умер и другим тоже приносил какую-то вот радость вот то что нам известно как раз вот раннем образе жизни святого иоанна милостивого и поэтому он говорил что никогда не нужно смотреть на лица и вот как-то он шел по городу тоже со своими экономами сопровождали его и тут вот появляется некий нищий просит у него значит средств а надо сказать что давал он конечно вовсе там не мало когда поддерживал таких нищих и он говорит своему эконом дай там ему 6 золотых монет но он дал ему 6 золотых монет потом значит дальше идет а этот вот нищий решил значит еще получить и он пошел переоделся из другого там переулка выходит и опять просит подаяния но эконом шепнул святителю я ну что он уже подходил к нам он мы уже дали ему а святитель и он как будто не слышит говорит что нет вот все равно вот подай ему ну и значит что ну подал ему еще 6 еще 6 пусть уже 12 золотых монет так он значит в 3 в третий раз уже стану сейчас какого-то переулка подходит думаю что может быть его опять не узнают и тогда опять и значит эконом обращает внимание а святитель он говорит нет теперь давай дай ему сразу двенадцать монет то есть за два раза там по шесть дали двенадцать уже есть и теперь ровно столько же сюда и говорит святителя может быть через это меня испытывает господь мой откуда я знаю вот так вот они подали ему и это все конечно запечатлено и поэтому она как бы передавалась из уст в уста вот эти истории записывались в что очень мы понимаем что это неординарные такие поступки да и когда человек в общем-то облеченный властью ведь святитель иоанн как архиепископ александрийский это было лицо с очень огромной властью в то время и государство это было византийская христианская и соответственно архиепископы православной церкви они пользовались очень высоким положением а александрийский он над всеми другими египетскими епископами был первый и тем не менее вот этот милосердие удивительное которое вот поэтому сохранилась в памяти людей почему святой иоанн и назван милостивым но конечно святой иоанн поскольку он постоянно соприкасался с этими нуждающимися людьми то он много с ними общался и души их приоткрывались и тут вот конечно часто проявлялась и его собственная такая прозорливость от бога конечно прозорливость что он прозревал по какой причине случилась та или иная беда с человеком но всегда в этих бедах побеждала именно милосердие святого иоанна вот как-то к нему пришел один купец и в печали рассказывает что он значит корабль там чем каким-то товаром наполнил хотел плыть отправить все это и корабль потерпел крушение весь товар погиб и вот не знает что делать ну святой иоанн тогда вот решил ему помочь и дает этому купцу огромную сумму 5 литр золота что такое литра это не в смысле объем литр один а литра это была такая вес византийский он равнялся 327 грамм золота 1 литра вот 5 литр дает ему золото чтобы тот что-то вот приобрел какой-то там товар ну значит тот накупил пшеницы снабдил новый корабль корабль плывет и вновь терпит кораблекрушение что такое то есть он приходит в отчаяние к святителю иоанну а тот ему говорит ты знаешь ведь помимо тех денег которые я тебе дал ты вложил еще и другое золото в этот товар но то золото было приобретено греховным путем то есть на самом деле вот какие-то беды которые с нами случаются они могут предопределяться некоторыми предыдущими нашими грехами и вот как бы есть такая но закономерность духовной мы может быть ее не сразу прослеживаем но если ты где-то вот закладываешь ложь да некая нечесть обман лицемерие вот тоже не милосердие то она дает какие-то цепочку последствий и потом приводит какому-то краху на определенном пути и соответственно все это можно разрешить только через покаяние но святой иоанн ему говорит что ну не отчаивайся я тебе еще и он дает ему вдвое больше уже 10 литр золота то есть еще больше значит тот опять снарядил корабль и опять этот корабль терпит крушение но тут уже совершенно значит он в отчаянии уже не приходит к святителю иоанну и сидит дома плачет и даже хотел покончить с собой и вот святитель иоанн милостивый он прозревает эту беду купца направляет к нему приглашает его к себе и говорит ему что вот я знаю что с тобой случилось но просто вот корабль который ты загрузил товаром он был приобретен у тебя тобой тоже каким-то нечестным путем ну я не знаю много там может быть всяких уловок вот тут уж не будем разбираться точно но какая-то что-то вот нечестное там было в приобретении этого корабля и тогда значит что святитель иоанн предоставляет ему церковный корабль заполненный пшеницей чтобы так он смог отправиться продать все это и тем через это поправить свои дела и вот в плавании представьте себе опять начинается буря ну что такое то есть это и там значит и здесь опять буря и уже это это что-то такое невообразимое ну вот этот купец молится не знает что делать а потом видение он вдруг видит как святитель иоанн на корме стоит корабля и как будто управляет этим кораблем он понял что никто не погибнет но действительно через много дней вот этих вот трясений корабля все-таки удалось выплыть и потом они пристали в общем к британии а там как раз закончился весь хлеб и как только узнали что прибыл корабль из пшеницы тут же побежали покупали в общем все удалось хорошо распродать часть купец получил золотом а другую часть оловом олово в то время как раз в британии достаточно активно добывали ну и значит плывет он обратно потом уже где святая земля там в десятиграде пристал этот купец и хотел значит продать олово и тут вдруг обнаруживают что она превратилась в золото и таким образом проявилась вот благословение божие по молитвам святителя иоанна милости он конечно же радостно вернулся в александрию и вот рассказал о таком удивительном чуде конечно сам святой иоанн он по своему нраву был очень кроткий смиренный тоже вот рассказывается такая история как один раз он наказал двух клириков ну вообще все таки да он бывало и наказывал если кто-то вел себя неподобающе и вот однажды на счет он за что-то там наказал двух клириков и один из них как-то вот в общем-то одумался 2 постоянно вот злословил ругался и святой иоанн думал как-то вот примириться с ним но потом вот как тут время прошло забыл про это и в наступает литургия он начинает служить и вдруг вспоминает про то что он не примирился с тем клириком которого вполне заслуженно какие-то прещения на него наложил и тогда вот прямо принародно вдруг святитель иоанн идет к этому клирику делать земной поклон просит у него прощения этот так удивился чтобы со слезами тоже упал в ноги попросил прощения и вся злоба после этого у него прошла растворилась вот так святой иоанн конечно старался не только чисто вот вещественной милостыню преображать нравы людей а давать некий духовный пример а являл это прежде всего в самом себе вот что интересно у него был племянник по имени георгий и однажды племянник прибегает к нему в скорби жалуется на одного там содержатель гостиницы был один который как-то его обругал обозвал какими-то нехорошими словами оскорблял и и значит георгий прибегает к своему дяде жалуется ну а святитель иоанн как вначале он старается утешить своего племянника георгий он говорит ах он вот этот вот низкородный ах он такой сякой ну я ему покажу я ему такую устрою что вся александрия удивиться ну значит вы племянник выслушал что дядя его отомстит успокоился святитель иоанн при этом говорит ему ты знаешь все таки вот если хочешь ты следовать за мною то ты должен готов быть не просто укоризны какие-то терпеть обзывания а даже раны и побои потому что истинное благородство состоит не в том что ты с кем-то в родстве значит с кем-то из знатных а истинное благородство состоит в добродетели и в богоугодной жизни ну значит вразумил своего племянника а потом вызывает смотрителя над всеми гостиницами и говорит чтобы он с того содержателя гостиницы снял все церковные налоги то есть видимо эта гостиница она как раз тоже относилась к церковной епархии и налоги платились именно в церковную казну и вместо того чтобы его проучить святитель иоанн снимает с него все налоги вот таким образом добром отвечает на причиненное ему зло но конечно далеко не каждый мог понять святого иоанна в его милосердии последовать его примеру вот допустим там был такой один епископ по имени троил и как-то вместе с ним святой иоанн решил осмотреть больницы где всякие убогие страждущие находились ну и владыка иоанн предлагает ему хочешь ли вот оказать дела милосердия отраил боялся показаться скупым ну и начал как бы давать и потом боялся как бы остановиться и давал-давал и в общем раздал огромную сумму денег чего-то никак не хотел тратить и в итоге когда он пришел значит домой к себе обратно этот отраил то настолько он опечалился от такой траты денег что даже слег разболелся и значит не не въявился на трапезу к святителю иоанну а тот понял из-за чего это случилось и в общем приходит навестить этого троила и говорит что ну если ты значит не хочешь что можешь написать расписку вот я тебе возвращаю все эти потраченные средства тебе даю а ты напиши расписку что ты отказываешься от той награды какую господь тебе на небесах мог бы дать вот за это дело милосердия то есть видимо святитель иоанн хотел как-то его вразуметь в этот момент троил необыкновенно обрадовался что ему вернутся сейчас деньги и тут же с радостью согласился написать расписку что ну пусть вот награду на небесах за меня получит владыка иоанн который возвращает мне эти средства ну и святитель иоанн отдает ему деньги троил тут же исцелился получается так что иногда из-за какой-то страсти человек может слечь да потом вроде как опять удовлетворяется него страсть у него силы появляются и он встает с постели да но на самом деле он губит свою душу и вот он веселый такой а потом ночью вдруг видят видение и открывается райские обители и он видит что какие-то удивительно красивые такие покоя и на дверях написано что вечные обители покоя для епископа троила и тут вдруг является ангел который смывает имя троила и уже вписывает туда имя иоанна святого иоанна милостивого ну и получается так что он теряет из-за своего немилосердия обители райские когда пробудился епископ троил то настолько вот уже от этого распереживался что поменял свой образ жизни уже отказался от этой скупости то есть вот такие бывали тоже случаи да а были вы весьма такие конечно неординарные просто вот жизнь святого иоанна милостиво там очень много таких житейских ситуаций и очень неординарных ситуаций ну например вот как-то приходит к нему и рассказывает про юношу который остался совершенно без средств и святитель он спрашивает а что с ним случилось и оказывается родители этого юношу были богатыми и они очень много пожертвовали именно церкви пожертвовали средств и потом оставили какую-то сумму там даже приводится 10 литр золота ну повторяю что одна литра это триста двадцать семь грамм то есть получается как бы три килограмма с лишним там золото оставляют но перед смертью отец мама чуть раньше умерла и вот при смерти отец приглашает сына говорит что ты знаешь что мы все пожертвовали господу и вот теперь расставаясь с миром земным вот я тебе предлагаю на выбор вот образ божией матери или вот эти вот средства что ты хочешь выбрать чтобы взять с собой ну и юноша выбрать выбирает образ божией матери и тогда вот эти оставшиеся средства отец тоже жертвует отдает значит на церковь и умирает и получается так что юноша остался без средств но он все время молился божией матери хранил вот этот образ и в храме божьем тоже при святой богородице молился понимая что он находится под ее покровом и когда про это узнал святитель ианта вот он так вдохновился что решил помочь ему а как он помог вот тут повторю очень такой неординарный случай святитель иан вызывает одного из экономов и в общем уговорил его в секрете надо было держать чтобы сделать поддельный документ он сказал что найди там старую харчу бумагу старую напиши на нем такой как бы ну как бы завещание что в общем из которого следует что вот этот юноша является родственником святителя ианна а раз родственник то ну как бы не совсем уж дальний человек и что значит святителя я должен ему особенно помогать и в общем так они значит подделали действительно этот документ в то время это было намного проще этот тебе никакой там ну учет там мне не фотографии ничего и в общем удалось убедить юноша что действительно является родственником святителя ианна и тогда значит святой я стал его весьма существенно поддерживать помогать так что он и получил образование потом женился в общем смог укрепиться в жизни но вот такой интересный случай он был в жизни святого ианна и он ну в общем сохранился конечно а так сам святой ианн он постоянно что говорил что конечно дела милосердие ты превыше всего и часто вот ссылаются еще на какой случай когда вот один богатый человек он однажды был в келье у святителя ианна и увидел очень бедную простую постели что получается так что святой ианн непонятно чем там укрывался не было нормального одеяла и вот этот богатый человек он купил очень дорогое одеяло и принес в дар святому ианну ну а святой я но он очень был скромный он не мог вот так вот в глаза обидеть человек он согласился принял этот дар и даже вот в первую ночь он укрылся этим одеялом но спать он не мог потому что говорит что ну вот сколько людей да там замерзает сколько людей нуждаются в средствах сколько там накрываются простой рогожей а что же я буду пользоваться этим дорогим одеялом и тогда он решил пойти и продать вот это одеяло чтобы средства употребить тоже на милостыню то есть это вот насчет того что нужны ли нам слишком дорогие подарки до который не приносит нам какой-то ну большой пользы и в общем на рынок отнесено было это одеяло а тот богатый человек идет по рынку и узнают свое одеяло и тогда он же купил это одеяло и принес опять подарил святому ианну но святой я принял и потом опять отправляет на рынок и по какому-то такому стечению обстоятельств богатый человек опять увидел опять купил опять направил ну и святой я так немножко так тоже с юмором говорит посмотрим кто из нас победит вот я которую буду постоянно продавать это одеяло или он который будет покупать и дарить ну и все-таки смог святой я продать это одеяло то есть видимо тот богатый человек вовремя не появился на рынке кто-то его приобрел и святой и она эти средства тоже потратил на бедных нищих то есть вот это то что в нем преобладала и при этом постоянно сопутствовала ему явная такая божественная помощь есть средства которые были в церковной казне хотя это просто вот тратилась как-то ну как бы сказали многие слишком расточительно на бедных и экономы так считали экономы старались придерживать это видно и там даже постоянно вот эти суммы какие-то приводится сколько чего тратилась но при этом господь все время каким-то удивительным образом еще больше прибавлял так что церковная казна она не оскудевала и еще конечно святой ян он постоянно говорил что очень важна нам молитва очень важно богослужение и поминание живых и усопших за божественной литургией и он рассказывал такой случай этот потом повторяется бывает и в проповедях разных ссылаются на этот пример как а это вот именно святой ян милостиво рассказал как в кипре вот один молодой человек один юноша даже он был захвачен в плен и и вот прошло уже значит четыре года и и поскольку они вернулись и родители думали что он давно погиб и приходили в храм поминали его за упокой а приходили они трижды причем там указывается что они поминали его на богоявление на богоявление том на пасху и на в день пятидесятницы из чего может невольно возникнуть мысль что чё же они там всего лишь три раза что ли такое поминание заказано к сожалению вот так но но из-за этого дальше что мы слышим когда вот он через четыре года смог бежать возвращается домой для них он как воскреший и они им говорят а вот мы постоянно молились вот а и трижды в церкви трижды в церкви заказывали поминание в году и он узнает в какие дни и оказывается что действительно а значит в день богоявления на пасху и на пятидесятницу к нему являлся какой-то удивительный вот светлый муж который освобождал его атаков это окова говорит спадали при появлении воспадали с моих рук и ног и весь так этот день я проводил свободны то есть он был сам конечно живой хотя они упоминали как вот и упоминали как почившую но у бога то все живы да и мы понимаем что все равно это молитва о живом человеке и господь давал ему вот некую такую свободу в эти дни это значит что если кто-то из наших даже почивших действительно почивших родных может оказаться в каких-то адских узах а мы их молимся о них но и тогда уж не три дня в году да а можно заказывать вообще на и на весь год да и какие-то регулярные поминания и так вот можно вообще освободить молитвенным храмовым храмовым поминанием вообще от адских уз атаков а до вывести вывести оттуда душу почившего то есть вот то что было с юношей это просто небольшой пример он-то сам был живым да но оковы с рук его спадали то есть молитва она имеет огромную силу и святой иоанн милостивый он вот именно этот пример и приводил и рассказывал и постоянно он еще говорил что не нужно осуждать но вот тут кстати как раз такая вот история случилась который показывает но некую объективную такую человеческую сторону в жизни в том числе у святого человека когда он сам тоже невольно допускал прегрешение а каким образом это получилось однажды ему сообщают про некого инока который несколько дней в александрии гуляет вместе с какой-то девушкой ну и тут же как добрые люди говорят что видимо что там греховное распутное сообщают архиепископу значит надо строго наказать чтобы пресечь все это очень жестко и он велел их схватить поместить в темнице а при этом их подвергли телесным наказанием но видимо там высекли плетьми или как и вот потом на и святой иоанн ночью во сне вдруг видит что является ему некий инок и показывает свои израненные плечи и говорит так ли владыка ты собирался пасти свою паству которую ты обещал привести господу уверяю тебя что ты доверился клевете человеческой потому что сказанное обо мне было неправдой и после этого значит видение исчезает ну и святитель иоанн утром пробуждается конечно взволнованы и он просит чтобы привели ему инока того а он-то его не знал в лицо он просто вот указ такой написал даже не знаю что это за человек до конца не разобрался он просто доверился тем кто донес и вот появляется тот инок и он узнает его узнает что оказывается тот самый которого он видел видение он говорит а сними кого-то одежду себя потому что он хотел увидеть действительно он получил те раны телесные а и на кстати зашел еле на ногах держался очевидно что его сильно избили и он начинает снимать одежды и действительно оказалось что у него достаточно сильные раны на плечах и кроме того поскольку надежды снимал оказалось что он был евнухом то есть никакого плотского греха там в принципе не могло быть и не предполагалось и и конечно святитель он видит что просто вот даже не знает чего сказать потому что получается так что он доверился человеческому слову и его обманули и вот это кстати нам огромный такой урок почему урок потому что бывает так что кто-то будущее в общем-то ну достаточно благочестивого образа жизни установится руководителем и он может ставить каких-то вот других своих помощников и всецело им доверяют тому что они говорят и полагается на них иногда не проверяют то что они как делают и невольно такой руководитель даже будучи сам святым и благочестивым человеком может стать участником чужого греха потому что вы выносит несправедливый суд и вот мы читаем жития святых оказывается даже такие в общем-то выдающиеся святые угодник как святителя и они даже этим погрешали потому что наш мир он лежит во лжи и и один сказал другой подхватил там убежденно сообщает руководителю а тот то их поставил он им верит ну же они могут же они обманывать они же как бы вот помощники его то есть уж они-то правду говорят и невольно оказывается суд несправедливый получается так что святой человек наказал совершенно невиновного человека да и конечно святитель иоанн он но это я к чему говорю к тому что невозможно ничего вот идеализировать да то есть есть некая вот реальная картина нашего греховного мира где все мы повязаны какими-то ошибками ну и святителян конечно на три года отлучил тех то есть он по крайней мере исправил эту ситуацию он мы не всегда исправляем он исправил на три года отлучил те тех кто оговорил но он так и сказал что и ну-ка что уж ты старайся все-таки быть осторожней чтобы не ходить на людях и не подавать повод к соблазну а тот говорит что а вот что получилось что когда я шел к святой к святым местам то неожиданно вот появилась вот эта девица которую упала на колени просила взять ее с собой я говорю ей что я не хочу она отвечает что она иудеенко и хочет принять веру во христа и их хочет от иудаизма перейти в христианстве и вот инок этот он ее как раз наставил в христианской вере то есть провел некое оглашение потом она была крещена и он и говорит я говорит в простоте сердце водил ее и преподавал ей некие наставления да и добавим что в самом конце уже когда святитель иоанн хотел отпустить этого инока да невинно избиенного то он ну машинально видимо он хотел как-то помочь и протянул ему 100 золотых монет а инок а инок отказался говорить что если инок верует что о нем промышляет бог то не нуждается в золоте а если же берет золото то тем самым показывает что не верит в бога вот это великая такая мудрая истина что не нужно хвататься именно за богатство думая что бог тебе бог тебе не поможет то есть видно что инок он был достаточно духовным в каком-то смысле рассудительным и не сребролюбивым поэтому святой иоанн он вот будучи вразумлен таким случаем он старался постоянно удерживать людей от осуждения ну александрии в то время конечно это уже такой христианские достаточно христианский город был и и соответственно там свои были тоже такие прегрешения когда кто-то кого-то увидел и начинает зазревать его в каком-то грехе и вот там был случай когда например один юноша уехал с какой-то инокине в константинополь и все тут же заговорили что вот этот юноша он сразу убил две души и свою и этой инокине и что он значит послужил соблазном для других а раз кто соблазняет другого да тому значит на шее там жернов мельничный утопить и так далее и святитель иоанн уже но он сам прошел вот уже с тем предыдущим иноком он говорил что вот нельзя так судить потому что мы не знаем во первых даже если грешил человек может он уже раскаялась а во вторых нам может быть только показалось только показал что это грех и рассказал он про такой случай это в то же самое время в городе тире сирийские уже территории и там жил монах уже такого достаточно преклонного возраста но там же была блудница по имени порфирия которую знали вот как-то этот значит монах идет по городу и появляется это блудница она падает на колени говорит отче спаси меня вот спаси меня так же как и христос спас блудницу то есть она испытывала страшное отчаяние от своего образа жизни и не знала как из этого вырваться но бывает такое человек уже вот находится в каких-то обстоятельствах до сложившийся круг общения люди какие-то да кому-то ты там отплачиваешь часть вот от своего прибытка да там на тобой контроль держит и она не знала как из этого вырваться и тогда монах вот прям буквально взял ее за руку и повел из города чтобы вывести из этих мест потому что важно вообще даже телесно физически вырваться из сложившейся вот этих греховных привычных обстоятельств жизни а поскольку он вел ее вот за руку из города то многие люди подумали что этот монах взял ее себе ну как бы в наложнице для каких-то плотских утех и получается так что как бы ну нечто греховное да и вот потом он ее значит увел а там где она находилась и уже она конечно поменяла свой образ жизни она нашла выброшенного кем-то ребенка к сожалению эти вещи происходили в те времена вот она нашла выброшенного маленького младенца и решила принять его чтобы он не погиб и воспитать ну и представьте себе что люди значит видели как монах выводит блудницу за руку из города ведет за руку ведет потом значит они увидели что у этой блудницы уже на руках ребенок маленький такая от кого ну ясно что от того самого монаха который вел ее за руку ну и пошла тоже молва говорили и некоторые из и те которые видели говорили какой красивый у тебя ребенок порфирий хотя это не ее вообще был ребенок а потом между собой они говорили так он же и на монаха того похож посмотрите какое лицо похоже на него то есть уже это воображение разыгрывалось и что же потом значит потом она даже вот он ее сподобил пострига монашеского имя сменилась стала она пелагея и когда уже вот ребенку семь лет а он уже совсем престарелые и скоро умрет и вот почему он говорит что вот пойдем теперь опять в город тир это вот нужно сделать и он приводит ее с ребенком в общем уже время к его смерти и он приглас стали к нему люди приходить и он просит чтобы принесли кодильницу с раскаленными углями они принесли и тогда он вот эти раскаленные угли высыпает себе на грудь и не тело его не пострадал и даже одежда не загорелась от этих раскаленных углей и он говорит что вот как господь в свое время вот он и неопалимую купину сохранил так господь и ныне показал вам это почему потому что самого рождения я не погрешил плотью ни разу я не погрешил плотью ни разу и вот знаменем является вот то что вы сейчас увидели и для всех это стало вот таким явным чудом что действительно одно дело мы увидели у нас свои какие-то ассоциации греховные потому что мы судим о других людях атакиваясь от своей собственной греховности да у испорченного человека и мысли испорченные вот он увидел что-то и составил свои греховные ассоциации а тут получается что этот престарелый монах он действительно спас эту блудницу а блудница спасла малыша получается такая цепочка спасения тогда как все вокруг думали что здесь одна погибель и святой иоанн милостивый приводил этот пример для того чтобы показать что нельзя вот своим испорченным оком смотреть на мир нельзя судить других а лучше проявлять милосердие милосердие сердечные да когда мы не осуждаем других и милосердие вещественные когда мы помогаем нуждающимся и вот так вот проводил свою жизнь святой иоанн милостивый конечно мы далеко не все рассказали что с ним было связано но думаю что пример его жизни он вот невероятно конечно яркий и есть нам о чем задуматься то есть это такой сборник прямо назидательных историй которые может быть даже помогут нам переосмыслить нашу собственную жизнь и когда уже тоже завершался его жизненный путь там конечно уже и персы тоже нападали на египет и вот святой иоанн милостивый он на корабле отправлялся в константинополь и значит по пути они приплыли на остров кипр где начинался его жизненный путь и там в родном селении сейчас это город лимасол лимасол там он как раз вот и предал богу душу а умер он в шестьсот двадцатом году по рождестве христовом конечно как епископ всего лишь десять лет да но зато память на всю историю зато память на всю историю сколько благих добрых дел он совершил за это время и когда его хоронили то там церковь святого тихона чудотворца и когда его клали там уже покоились два святителя и когда тело его хотели положить то по сообщению очевидцев те тела тех двух святителей сами раздвинули чтобы посередине был положен святитель иоанн милостивый вот так его погребли а при этом было тоже такое интересное событие буквально за пять дней до смерти пришла одна женщина очень и очень расстроена к святому иоанну и она говорит ну в общем действительно была она такой какой-то грешницы и она говорит что владыка я не нахожу себе место я хочу вот раскаяться во грехе не нахожу сил и он ей говорит ну так ты чего боишься ты исповедуй мне твое прегрешение господь милосерден но бывает такое некоторые люди они настолько вот как бы уходят в страх страх исповеди что просто там голова кружится давление подскачки подскакивает и человек не находит себе места и боится рассказать грех ну тут же самый милостивый в то время был человек перед ней она говорит нет нет я не могу мне настолько стыдно признаться в своем грехе но бывает действительно некоторые плотские грехи плотские грехи которые назвать очень и очень тяжело но святой ян он такой чутки добрый рассудительный он говорит ну хорошо тогда ты не говори вслух а ты просто вот напиши на листочке и принеси мне чтобы я прочитал твой грех и тем самым будет уже исповедание она говорит и это я не могу мне очень стыдно что ты прочитаешь мой грех но наверное действительно был какой-то там страшный может быть какой-то там я не знаю извращенный какой-то грех вот и тогда святитель ян по милосердию все равно идете на встречу он говорит ты знаешь но тогда ты напиши свой грех на листочке и ты его запечатай значит ну не в конверт а как там просто закручивали видимо в свиток и запечатывали там сургучом или чем и просто запечатая что это уже будет вот как не как твое исповедание ну и она значит что вот так и поступила принесла ему и это он принял как исповедание от нее греха а через пять дней он умирает и женщина подумала что теперь вот когда его хоронили то нашли свиток и там же проверяются как бы все документы которые при похоронах и значит что и тогда значит получается открыли прочитали ее греха и у нее это опять в голову запала как навязчивые мысли она прибежала гробницы святого и она давай ей молиться просить его чтобы он ну как-то вот ей утешение какое-то и вил и потом значит вот она ночью молится уже по моему на третью там ночь он является вот те два святителя с которыми он похоронен был и говорит сколько ты будешь нас беспокоить вот посмотри вот тебе твой свиток возьми открой посмотри и протягивает ее свиток значит она печать снимает раскрывает и там оказывается что грех ее уже изглажен то есть господь уже все это стер и написано что по молитвам вот и она милостива господь прощает тебе твой грех то есть вот такое было чудо уже при самом при кончении и уже когда он покоился телом в этой гробнице а душой предстоял пред господом ну конечно нам не нужно бояться исповедовать свои грехи страшно впадать в грехи вот грехи впадать это страшно страшно когда душа не болит о содеянном грехе вот это страшно а прийти исповедоваться раскрыть свое сердце пред господом да обратившись к святым угодниками в том числе к святому иоанну милостью это наоборот приносит радость легкость потому что на небесах и ждут и ждут наше раскаяние и радуется когда мы освобождаемся от грехов и особенно радуется как когда мы являем милосердие хотя бы вот немножко да вот немножко по примеру святого иоанна милостиво конечно полностью мы в принципе это не можем повторить да но хотя бы что то хотя бы прощать наших ближних хотя бы не осуждать не накручивать в своем сознании по своей греховной мнительности о других людях как бы создавая некий такой зловещий образ наших ближних а все-таки стараясь очищать свое сердце чтобы чистым оком смотреть на наших ближних молиться о них молиться о своей души и конечно же в меру сил проявлять милосердие ко всем людям на этом братья и сестры мы завершаем нашу беседу по молитвам святого иоанна милостью господь да помилует и укрепит всех нас всего доброго вам в неси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео